Мы продолжаем ход суха. Слава Богу, есть много из наших прихожан, которые во время праздника сухоты находятся в вере Сыраэля. Они там строят свои суха. Если даже не строят свои суха, они должны более внимательно посмотреть, какие сухи они сидят. Обычно наши евреи приезжают в Израиль во время праздника, они туристы, они приходят в разные рестораны, кушают рестораны и так далее. Естественно, любой кошерный ресторан во время сухоты имеет тоже суха. Но при этом бывает, что суха, хотя она выглядит как суха, там есть сахарная суха, на самом деле суха или не кошерная, или не очень кошерная. Значит, мы вчера говорили про проблему, что когда есть дырка в сухаха больше, чем 24 см на 24 см, эта дырка считается, что ты сидишь не под сухой, ты сидишь просто под небом. Это не считается сахарной. И так же, когда суха сделана из материала, материал двигается сюда-туда, когда ветер дует, это тоже проблема, если эта суха считается кошерной, поскольку только стена, которая стоит, которая не двигается, может считаться кошерной сухой. Когда мы строим сухой, мы строим сухой, мы строим сухой, сухой, сухой должен, кроме что сухой должен быть кошерной, в полахе мы считаем, что с тех сухой мы можем сделать из любого материала. И поскольку так принят в Аллахе, хотя есть в Иерусалме, есть в местах в Иерусалиме, которые считают, что вне суха должен быть сделан из материала, который может сделать сухой. Значит, вне суха не может быть сделан, например, из металла или из материала, вне суха должен быть сделан из кошерного материала. И есть такая суха, которая называется суха Тхазуниш, суха, по мнению Тхазуниш, который был великий раввин, вне брака, рабе Авраам, Ешавин Карелец, который умер в 1952 году. И в него суха нельзя найти ни одной гвезди. Вся суха сделана из дерева, и суха сделана таким образом, что там внутри, на сухе, ничего нет, которое давало Амикабель Тума. Металл, который считается не кошерной лосафой, поскольку металл может получить статус духовной нечистоты. И при этом это по Аллахе не принято. В Аллахе принято, что мы можем сделать стены из любого материала, который твердо стоит, но при этом, когда мы положим суха, например, если у нас суха сделана из металлической коробки сухе, когда мы ставим суха на сухе, надо смотреть, что в сухе не стоял приема на этой металлической коробке. Надо на этой металлической коробке поставить такие листы дерева, которые кошерные суха, и над этого ставить суха, это один маамид. Это один маамид, что маамид тоже должен быть суха кошерный. Поэтому надо обратить на это внимание, когда вы строите сухе, или когда вы будете сидеть в сухе, где, в гостях, или в каких ресторанах. Обращайте внимание, что суха на самом деле кошерная, что хватает суха. Мы говорили не спектакля, что когда хамата меруба мецелета, когда есть больше солнца, чем тень, если есть больше воздуха, чем сам суха, суха тоже не считается кошерный. Продолжение следует...